442 двуслойная парилка у нее побольше чем 104 достаточно устойчивая такая да она устойчивая и вообще там воды когда она лежа тяжелее она еще удерживает ведь пластины разделки на ход вполне нормально еще устойчивость обеспечивается каменной закладкой тоже все это есть тогда вот здесь дефлектор для собра нужен когда тяга нестабильная а сейчас погода отличная много не надо трех даже достаточно для банк теплённый пол это им бы 442 м2 тысяч собра и печь грудится в предбаннике сейчас закроем и начнем банной процедуры до 9 часов в апреле на территории чем московской области и ожидаются осадки мопли снег но мы там мобили нам не страшно тут у нас грудь сапа процесс пошел дров под завязку моя старая грудь сапа сейчас выйдет на режим парогенерации прежде еще водичек добавлю до конца чтобы я думал зачем такая лейка у бак парнира продать специальная лейка такая удобно заливать но можно баклажку обычно использовать а сначала был чуть-чуть налить да наверное да я начну так и делаю чуть-чуть налил она закипела и ну можно и грудь сапа такая что можно вообще не чуть-чуть наливать а сразу она такая мощная что это я уже перелил чуть-чуть излишки выходит из сопла мб-442 м2 такая просторная парилка мб-442 м2 220 на 220 высота 2 метра очень комфортно мы в общем взрослые мужики вот здесь втроем можно спокойно вместиться еще остается пространство здесь вот и я вот стою вот здесь то есть в общем то такая парилка на можно здесь вместить в шестерон даже да и в общем то на четверо это вообще без проблем вот все продолжаем париться сейчас смотрим как печь грудь сапа будет себя вести мб-442 м2 в этой большой парилке по-моему уже неплохо отлично все вот я уже чувствую пошло дело да вы же спина мокрое пошло посклютили мне 36 я закончил сначала фермерское училище а потом закончил юридический гусс ты поспособился в работу не денис или просто не знаю а занимаешься ты сейчас на данный момент системный администратор получать твои дела связано с левом да и это просто в лечении лечения хобби так сказать и игра началось только ребенка потому что это это просто на самом деле больше как бы жена занимается я просто где-то чуть не помогаем мне интересная хлеб когда еще не женился начинал дома печь сам пробовал где-то получалось где-то не получалось у тебя есть работа где-то из петь понедельник опять да 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 если мы анонсер на фирме если бы у меня был больше свободного времени я занимал столько хлеба потому что попробуй тебе иван-чай во-первых иван-чай мы испокон веков экспортировали это русский чай в нем содержание витамина c больше чем в лимоне он лучше усваивается он как полезен для мужчин также полезен для женщин он очень вкусный а если его пить не совсем горячим скажем да там 40 45 градусов куда можно положить мед еще который тоже даст свой эффект во-первых и вкус меняется и усиливается еще качество усваивания и получения полезных веществ до травяные чьи здорово но тут очень как-то надо подходить то что человек рожденный в этот период года времени да ему полезна будет эта трава а допустим человек рожденный там в летнее время не в зимнее в летнее будет там допустим эта трава но допустим хок корни уже там ну там именно говорю на смотреть от месяца даже вообще просто хорошо вроде вроде сече чувствуешь грицапу на прошла не сидишь так чуть-чуть 10 минут прошло уже все уже это грицапа а парабомба просто это просто мощнее печь парабомба не она но это бомба просто это для столеваров то есть мы так спокойно сидим более-менее это грицапа мб-402 слушая а может сам по кругу твоему меду сейчас да конечно прям здесь парилки да пожалуйста я еще и взял чтобы если кто-то хочет растираться и не расстроил ложечку доставим жалко честно говоря растираться ладно то есть получается сейчас я выходит свой собственный метод обалдите не только в пластике пластик портит он стекле транспортировать конечно ух ты и прям прям на вид чего себе да Вот это да, да, это чувствую тебя, да, еще, ничего себе, ух ты, я бы вот такой мед покупал бы. Я вот в этом году еще съездил в Башкирию, для того, чтобы поучиться, как они делают бортьевой мед, вот там банка бортьевого меда стоит 10 рублей, но это, он отличается, это рамочный пчеловоз, рамочный мед и бортьевой мед совсем иное, вообще все по-другому, там человек вообще никак не залезает, ничего не делает, тут-то понятно, сахаром никто не кормит, химией никто не лешит, большая же часть, молодцы люди сейчас начинают головой думать, уходят от закармливания сахаром, но все равно используют, об этом уже много и знают, сахар не надо употреблять сильно, я вообще нельзя употреблять яд, я только потому, что его неправильно делают, я просто фантастика твоя, да, кушай, да я уже кушай, в общем, тяжело, ты не терпи, мне вот, что хорошо, здесь сидится легко, у меня нет такого вот, нету как в голове, так тук-тук, да, 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 такого нет, значит давление в норме, просто непривычно, что вот так, как усиленно, усиленно идет потоотделение, вот собственно и все, ну да, в два раза повышается, просто технологии печи позволяют перегретый пар мелкодисперсный, если бы просто пар бил бы, он бы тут же улетучивался, а это мелкодисперсный пар, но как-то все равно большая часть людей, когда я купил палатку, благодаря себе, во-первых, до этого меня очень многие отговаривали, да не надо тебе, да куда, да столько стоит, да ты че, да зачем тебе, у тебя так уже столько палаток, куда тебе что-то, я говорю, нет, надо, те, которые со мной, вот ребята работают, они говорят, да он уже года три мечтает о палатке какой-то, печка там, даже баню уже, поэтому не отговариваю, он все равно возьмет, красота, а там я завязал немножко узелок, вот так вот, просто, после проруби, у нас веньки замочены, много утепленного пола, и печка С1 под завязку, кирпичики из Тальковарита, и змеевик, вот мы паримся с КЦ, я в гостях у Дениса, вот, продолжаем париться, ВМБ, 442 М2, смотри, цапай, вообще замечательно, продолжаем ваш разговор, это вообще отлично, у меня один мужик, буквально недавно, месяц назад, я приехал, у него баня, он прям банщик любит парить, хлеба никому не знаю, чтобы парить, ну прям сразу тазик такой поставил, горчицы насыпал туда, ножки, говорит, раз, я говорю, так я же не, он говорит, вот это профилакция, когда ты уже заболел, уже поздно, потом взял соли, говорит, давай, все суставы какие есть, все натирай, прям натирай, 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 оно все равно потом все идет, ну, первый раз мы зашли, немножко прогрелись, чтобы прям, вот, Паша, ну здесь-то быстро прогревается, слушай, мужик вынимает все, мужик, может, столько лет он служил, молодец, да, действительно, фазок надо начинать, лучше даже начинать именно в предбаннике сидеть, и ноги в теплой, в тазик с теплой водой, от икранушки идет прогревание снизу, масло если взять, если масло давится через вот эти, есть такие давилки, типа как, ну, образно скажем, мясорубка, то происходит окисление масла уже, а есть масло давленое прессе дубовым, где нет соприкосновения с металом вообще, и вкус, качество, масло вообще отличается, вот, попробуешь масло, потом скажи, мне мнение твое важно, хорошо, масло скажу, да, фу, реально, наверху здесь под 90, отлично вообще, красота, не, у меня не так было, у меня было поменьше, потому что Согра с парафоном, да, 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 не, я даже, честно говоря, сел вниз здесь, потому что хочется отдохнуть, на окошко приоткрывать, если слишком жарко, будет посвежее, да, окошко, да, наверху, без проблем, а, да, да, точно, точно, да, 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 наверху окошко, всегда никто не мешает, и дверь открыть с этой стороны, к тому, что он бы 442 М2, две двери, ну, там, сзади, Дениса, вот эта вот, вторая дверь, куда показать, а, вот сюда, вот эта вторая дверь, температура 90, вот здесь на самом верху 90, все, идем окунаться, ну, после комитсапы, подольше охладиться, делайте как мы, делайте лучше нас, прямо на этот шарик и на камеру, еще не нагрелись, сильно, ну, я литром холодной воды, да, сильно еще не нагрелись, подождать надо, да, видать, надо в бане, на даче, сделать приток свежего воздуха, эффект будет и иной совершенно, а его просто там нет, да, основной момент, этих бань, непродуманная система, это такая вентиляция, да, да, благодать, славян мне не передать, прорубь, это дело, вот, поехал бы я сейчас в другое место, набрал бы там 200 литровую бочку воды, и ведрами себя поливал бы, ну, через сколько бы у меня закончилось, и эффект был бы совершенно иной, прорубь это вообще-то, добыл у меня такое дело, в стационарной бане, можно было бы только обливаться в ведрами, да еще пока наберешь, там через шланг набиралось, ой, тяжело было, охладиться нельзя было, по-нормальному, а здесь прорубь, плотность прикосновения с водой, все вот раз, резкое остужение, здесь раз, резкое обволакивание паром, от печи, как садинговый цап, паргенерирующий печи от мобиба, и все, все как, как нужно, ну, я с вашего разрешения, ну, класс, вот это, действительно здорово, это отлично, здорово, красота, перегретый пар, отличные банные кондиции, непосредственно, в МБ-442 М2, то есть, эту печь, легко, можно использовать в такой, двухслойной, мобильной бане, пробивает на ура, и, в общем-то, с запасом, красота, вот здесь вот так все, а тут видишь, как сделали, она такая, махровая, как полотенце, я именно раз полотенце забываю, а обтереться чем-то надо, а потом стирается она легко, вот этой шапке уже, я ее больше года использую, вот такой у нее вид, ну, ничего, ничего, что скажешь, про гравитсапу в парилке, МБ-442 М2, прям вот я сижу и думаю, брать согру, или гравитсапу, а, вернее, медиану, или гравитсапу, сижу и думаю, надо просто попробовать, с медианой, чтобы понять, просто эффект очень обалденный, очень хорошо, очень здорово, настолько здорово, что хочется даже вот тут посидеть, опиши ощущение, гравитсапу, что чувствуешь, когда сидишь с ней, вот она выходит на режим парогенерации, да, да, буквально там минуту, пока сидишь комфортно, да, пока она там выходит на режим, только она вышла на режим парогенерации, что происходит? То есть понимаешь, как сверху начинает опускаться, обволакивать, 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 и думаешь, на какой момент, ты просто поймешь, что уже пора отсюда убегать, ну, просто уже, такое ощущение, что, ну, не знаю, невозможно как будто сидеть, вот вроде бы, первый раз для меня баня, я в других банях парился, насколько здесь комфортно, мягко это идет, но когда вышел на режим парогенерации, просто, ну, особенно если поддать и попариться веником, что хочется просто тут посидеть и отдохнуть, давай. Но обволакивание полное, то есть с ног до головы, да, равномерное. Ой. Расслабон просто, лень что-либо делать. Вот этого как раз не хватает на рыбалке и на охоте. Когда ты набегался, напрыгался, где-то устал, где-то подмерз, где-то еще что-то, потом взял, выбрал день, что ты целый день будешь греться, париться, купаться, прям, никакой охоты, никакой рыбалки, все, прям, прогреваешься, протопился, прогрелся, и потом, во-первых, спится хорошо, потому что все равно в любой домашней бане, вы все равно, люди, домой придете и ляжете в свою кровать, а тут ты спишь на свежем воздухе. Слышишь, как птички тебя утром будят, как паучки по тебе ползают. Ну, не каждый, конечно, может это вот ощутить, через себя пропустить, насладиться, а те люди, которые любят природу, они поймут меня сейчас, потому что та красота, то дыхание природы, которое есть, дома его никогда ты не почувствуешь, и не поймешь. Почему-то рано или поздно, все равно люди куда-то пытаются вырваться на природу, кто за грибами, кто просто погулять, земля тянет людей, кто-то может вот так себе позволить попариться, поспать, еще раз попариться, и даже как в том видео, минус 34. Да, это тоже возможно. 90-е. Ага. Это да. Сейчас первый раз так ощутил, что прям прокалывает. А, сейчас вот ощутил, да? Да, да, да. Вот видишь, тело, организм перешел на этот уровень, у кого-то раньше, у кого-то позже, тут покалывание такое, углоукружение есть? Нет. Прямо так, ты прям по спине прям почувствовал, прям так. Во-во-во, вот это отлично. Это значит, поры раскрыты, тело дышит.